всем привет меня зовут саша ты канала вязание начинаю записывается новый влог у нас сегодня правда уже вторник вот что-то как-то неделя видимо это 220 по встречке несется давайте покажу что у меня тут связалась навязалась за выходные значит я закончила носки а по-моему вам показывалась и не показывала значит вот эти вот у меня готовы ретро носки они получились на 45 размеров я вам их показывала поэтому сильно тут трясти прямо в кадре наверное нет никакого смысла вот хорошие носочки получились большие они в наличии вот толстенькие классненькие так что если вдруг вам очень понравилась третера расцветка напишите мне будут у вас такие носки так короче вот эти носки на них ушло примерно где-то 115-120 грамм я не взвешивала но меня ушел полностью весь моток 100 грамм 260 метров и еще от 2 где-то грамм ну вот 15 20 ушло точно вот так что вот такие вот красавчики на 43 45 так вот такие вот детские я вам по-моему показывала до что начинала если вдруг не показывала значит напомню я вязала получается из своей же пряжи кальзитери из моего магазина значит она еще пока есть наличие на я ее называла море вот она правда очень классно мне прямо сильно нравится вот значит этот 30 примерно размер 30 31 вот я их высушила на блокаторах сразу же конечно носки приобретают совсем другой вид даже у меня до определенных как это сказать короче пока у меня не было детских блокаторов я всегда стирала просто да и они все на такие скукоженные немножко каличи ну вот блокаторы потому что я не не покупала точнее я не покупала блокаторы детские не потому что мне там жалко или еще что-то потому что просто очень быстро нога у ребенка растет и я не понимала смысла там найти на месяц покупать блокаторы вот но 30 размер это все-таки уже такой ну как сказать переходной размер на когда у меня много заказываются детских носочков именно вот там 28 9 30 31 и как раз 30 размера он такой знаете удобный в этом плане ну и плюс у ребенка пока что тоже такой размер так что удобно вот у меня ушло до 50 грамм мне кажется где-то грамм 42 43 на 2 25 я вязала вот такие красоты на и отдаю ребенку в носку он у меня конечно знатный этот как это называется носитель носков вот потому что во первых он их ну естественно как сидеть и не бережет да то есть он их носит как как носится и поэтому очень хорошо можно сказать как носится носки вот у нас получается у него три пары одни я отвезла свекрови чтобы он там хотел чтобы было тепленько вот но и две пары как бы домашние получается что когда он допустим там одни в стирке в одних он пошел на улицу и например приходит ну вдруг там ноги замерзли еще что-нибудь и не было запасных носков которые можно надеть сухенькие дома быстренько согреть ноги ну или что-нибудь такое вот поэтому я решила связать ему еще одни носочки но тем более что нога у него знатно растет как принципе и он сам поэтому носки лишними не бывает я связала их вот чуть-чуть на вырос ну как чуть-чуть буквально потому что полтора сантиметра на 2 вот короче значит носки так дальше ну конечно что масках я не останавливаюсь вот вот такие вот красавчики я начала вязать это значит вот этот остаток пряжа но здесь как остаток здесь мне кажется пол мотка точно есть значит этот моточек мне отдавал осажив канала уехала вязать вот значит у неё оставался и она говорит что я уже там связала тем более она по моему не одну пару вязала нагре что этот цвет мне уже, ну, немножко не то, что надоело, но она говорит, я вряд ли в ближайшее время буду вязать. А у меня есть еще целый такой моточек, поэтому, в общем-то, я, возможно, их объединю. Значит, это 100 грамм 420 метров, 75 на 25, это артисан, все, как обычно, и это 9005 цвет. Вот, красивый такой симпатичный мрамор мне напоминает. Вот, и он выкладывается такими полуполосочками, полу... такими, как это сказать... ну, полосочками, да, давайте так называть. Вот, здесь просто это, как бы, обычная базовые носки, которые я всегда вяжу, да, можно сказать, уже практически бездумно на автомате. Вот, но такие носочки пользуются популярностью, тем более, впереди у нас там, да, 23-е, 14-е, 8-е и так далее, вот, куча всяких праздников, поэтому носочки в наличии должны быть, ну, и в целом, да, там, впереди поездка к родственникам, туда-сюда, носки никогда не бывают лишними. Вот, так, значит, это просто, ну, в общем, просто начала. Ничего такого. Так, значит, я продолжаю вязать свой свитер, вот такой вот красавчик. Так, вот так вот он выглядит. Значит, это обычный реглан, вот, ну, в смысле, как, он не то, чтобы обычный, он, скорее, анатомичный. Вот, это по, я уже вам говорила в прошлом влоге, значит, это по моему мастер-классу Basic Sweater. Вот, значит, все тут прям идеально, короче, идет. Значит, я вязала их на чайкушках, а сейчас перешла на чулипы. Я в прошлом видео почему-то их назвала синитами в начале видео, а потом они у меня стали чулипами. В общем, короче, это чулипы 3,5-80 сантиметров, и это прямо любовь. Если честно, я просто в восторге. У меня, единственное, с собой нету этикетки от этих спиц, чтобы наглядно показать. Но я думаю, что я в следующем, наверное, подключении покажу этикетку. В общем, короче, я, вы знаете, кто давно на моем канале, знаете, что я не очень люблю дерево. Я к нему спокойно отношусь. Я не то, чтобы не люблю, я просто спокойно к нему отношусь. Но это дерево меня не оставило равнодушным однозначно. Я, прям, моя любовь началась с вязания образцов из, значит, Дьол, там в магазине я вам показывала, ко мне, я вязала образцы из пряжи, чтобы познакомиться с пряжей, сделать какой-то, да, свой вывод. Вот, и я вязала образцы чисто так, знаете, просто под рукой были эти спицы. Думаю, ну, возьму и заодно и посмотрю. Короче, я просто была в шоке от того, что там и ягненок хорошо вязался, и хлопок с мериносом, и меринос, и еще там еще у нас был и меринос с нейлоном, да, по-моему. Вот, все хорошо вязалось. Я такая думаю, ничего себе, вот это да, обалдеть. И кончик хороший, и леска хорошая. Не леска, а, ну, короче, ну, да, это леска получается. В общем, и все нормально, и все мне нравится, и скольжение, и все. И, в общем, я прямо готова петь вода этим спицам. Думаю, интересно, а что это я и раньше их не купила? Ну, я знаю почему, потому что к дереву у меня предвзятое отношение. Я понимаю, я вот ландермуны купила, и они у меня, честно говоря, лежат. Я редко на них вижу. Мне не всегда нравятся стыки. Вот, сами спицы мне очень нравятся, но стыки меня бесят, если честно. Вот, надо просто еще, видимо, пряжу подобрать. Вот, значит, это мой кашемировый свитер. Я что-то долго рассказываю. Ну, в общем, я, ну, не почти, но уже относительно на финишной прямой по ввязыванию реглана. Это обычный базовый свитер, которого мне так не хватает у себя в гардеробе. С горлом обычный базовый, цвета camel. Вообще, прям, ничего примечательного. Ну, кроме пряжи, конечно же, и хорошей посадки. Вот, значит, у меня еще за кадром есть еще один проект. В общем, я пока про него, ну, именно показывать не буду. Все о нем вы, скорее всего, точнее, не скорее всего, вы узнаете. В общем, у нас будет классная игра, в общем, с призами, с победителями, с классными блогерами. В общем, с 7 февраля по 8 марта. Значит, у нас будет стартовать игра. Называется «Свяжем вместе позитив». В общем, ждите. Будет скоро видео обязательно, вводное. Будет в районе трех-четырех видео. Очень интересное, очень классное, с хорошим настроением. Вот, значит, и, естественно, что будем получать призы не только мы, участники, но и вы, наши зрители, которые будут вязать вместе с нами. Вот, поэтому такая легкая затравочка вам для интереса. Ждите видео. Седьмого или плюс-минус, там, да, один-два дня, 7 февраля будет выпуск на моем канале, посвященный данному проекту. Вот. Так что не пропустите. Если еще не подписаны на канал, самое время подписаться, нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Так, значит, поехали. Свитер. В общем, свитер, все тут вяжется, да, ничего, ну, прям, сверхинтересного про него рассказать не могу. А, так вот, значит, я вижу за кадром еще один проект. И там у меня, я не буду раскрывать все карты, потому что сразу будет понятно, в общем, короче, что я выбрала для него. А, значит, и там, ну, такая достаточно пряжа, сухенькая, там все такая текстура. И я вам в прошлом, по-моему, видео говорила, что это типа, ну, из разряда вяжется, как будто это ягненок, или как будто это мерино оскарный, что-то такое в пропитке. Так оно действительно было, но после того, как, того материала, я решила повязать этот свой свитер, и я его взяла в руки. Боже, он такой мягкий, он такой нежный, такой просто пушочек тут легкий. И в этот момент я поняла, что нет, это все-таки просто я, когда ты вяжешь постоянно что-то такое сухенькое, обработанное, оно тебе примерно все на один манер. Ну, когда ты переключаешься с одного на второе, полярно разного, разной фактуры, текстуры, ты четко понимаешь, что где что. Вот, поэтому я прямо еще разок оценила, учитывая, что это в пропитке, и после стирки это будет совсем другое полотно. Так, значит, это тоже у нас готово, ну, в смысле, как готово, вяжется, да? Вот, пока что я еще больше ничего не начинала, ну, вот, носки буду продвигать, значит, свитер, и закадровый у меня будет проект. Так, я, значит, решила возобновить просмотр нашего журнала, впереди у нас весна, лето, как раз можно что-то такое между делом, смотреть. Так, значит, я взяла один, два, три, четыре, пять, пять журналов, вот, здесь есть крючки, здесь есть спицы, в общем, давайте начинать, если я буду понимать, что мы прям с вами затягиваемся, да, то я, возможно, один, два журнала буду убирать. Значит, у меня тут, получается, две Сабрины и две Дианы, маленькие, здесь спицы, крючок, и здесь два, про крючок. Так, погнали, Сабрина, свежак, 6 июня 2002 года, ну, реально свежак. Значит, смотрите, получается, у нас тут всяко, всяко разно модели, давайте будем смотреть, так, красота, красота, ой, море, солнце, класс. Так, ну, вот это вот, кстати, ничего, могу сразу сказать, очень даже ничего, задумка, как будто даже меня ничего не раздражает, что ли, тут, и цвет красивый, и вроде тут и по плечам все сидит, и свобода облегания даже какая-то есть, ну, вполне себе. Так, вот это мне нравится маячонка, очень такая симпатичная, здесь, правда, немножко может быть с вырезом вопросики, но в целом, в целом, очень даже хорошая модель. Вот, так, ну, вот это мне не очень такое нравится, это вот эта вот, да, история. В целом нормально, но немножко не моя модель, вот, ну, и вот эта вот маечка, вот эта майка мне прям нравится, сочетание классное очень, ну, прям с льняной юбкой, или с льняными брюками, вообще, супер-пупер класс, Берите на заметку, очень классное сочетание цветов, морское такое. Так, ну вот это, ну, на любителя в целом неплохо. Вот эта ковченка вполне себе ничего такая, знаете, полушкольная, полуморская. Вот, ну, прикольно, тоже сочетание цветов хорошенькое, что-то такое в хлопке, в вольне, мне кажется, можно было бы связать. Очень ничего. Вот тут, как бы, я не могу сказать, что мне прямо дико нравится, но очень интересно, да, вот это вот переплетение. Да, немножко тут это, танцы с бубнами надо по вязанию сделать, потому что здесь идет перекрест, 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 но вообще очень, ну, оригинальная модель такая, интересно, я такую никогда не видела. Берите на вооружение себя тоже, да, ну, вот такие балахоны я не очень люблю, мне это не очень идет. Вот это тоже мне как-то странно, как будто бы тут мочалка, знаете, были такие мочалки смешные, длинные, с двумя ручками, чтобы спину себе можно самостоятельно тереть. Вот это вот у меня почему-то ассоциация, но это что-то типа травки, наверное, вот, вот ассоциация такая с рукавами, как-то странно смотрится. Вот эта ковченка ничего, это топ, да, ну, мне кажется, неплохо. Ну, такие всякие майки дурацкие я люблю, но здесь что-то странное, то ли со свободой, то ли с плечом, ну, может, с коса нету, какой-то тут племешек собирается, но вот такое, видите, и тут идет не просто полоски, да, а здесь идет еще такое, как это называется, диагональное, да, по-моему, или как это называется, ну, в общем, прикольно, прикольно, мне нравится. Так, ну, такие всякие кофточки с ажурчиком я не очень люблю, но в целом симпатично, нежно, симпатично. Так, ну, вот это вот, чтобы пупок проветривался, это тоже специфическая история, вот, я такое не ношу и не очень люблю. Так, вот это симпатично, смотрите, какая красивая кофточка, мне кажется, тут немножко с плечами какая-то засада, как будто немножко грудь великовата для этого джемпера, но неважно, да, сама модель, ничего, ничего, симпатичная. Так, ну, тут ни черта не видно, здесь типа, типа, этот кардиганчик такой, накидулька, ну, неплохо, неплохо, нежненько все так, симпатично. Так, ну, вот такие вот топы в целом, в целом, неплохо, неплохо, но я как-то вот с топами не подружилась, это не значит, что их не надо вязать, ну, просто я очень так спокойно отношусь к ним. Так, здесь у нас красно-белая, значит, история, вот здесь типа пола, ну, вот эти вот орнаменты мне не очень, правда, нравятся, то есть, если бы она была просто красная и вот такая белая торочка воротника, мне бы понравилась больше, но это, опять же, субъективная моя история. Значит, вот такие вот мне нравятся, не очень я люблю в обтяжку, и здесь квадратный вырез, я его не люблю вообще, вообще не люблю, но задумка ничего, ничего. Так, здесь у нас, смотрите, получается это, как это называется, типа, бриошь, ой, подождите, бриошь, по-моему, бриошь это называется. Я не очень люблю эту технику, но сам топ симпатичный, девочка худенькая, симпатичная, очень так вот в стиле, да, в таком, выдержана. Спорно, но почему бы и нет, почему бы и нет. Так, здесь, значит, у нас, так, это тоже на любителя, такая немножечко, не знаю, что мне это напоминает, в общем, что-то, что-то напоминает такое, какое-то смешное, я не могу пока понять, не очень мне нравится. Ну, вот этот, кстати, топ, ничего, тоже техника, по-моему, бриошь, если я правильно вижу, может, я и неправильно вижу, вот, но все-таки я люблю такие топики, когда, ну, фигур позволяет, да, не всегда их оденешь, но симпатичная, симпатичная задумка. Так, ну, это вот такой обычный джемпер, вполне себе, мне кажется, и с джинсами он бы классно смотрелся, тут даже с горловиной все неплохо, с плечами, ну, как-то хорошо, в 2002 году как-то симпатично было. Так, имеет место быть, но я такое не очень люблю, но хорошее сочетание, красно-белый, нормально, все здорово. Так, тут у нас топики, ну, вот это, конечно, вообще какая-то смешная история, тут на какой-то маленькой, тоненькой штучке держится, как будто сейчас вот-вот упадет, да, и будет это трагедия-трагедия. Так, ну, вот здесь вот что-то тут разошлось, пошло, ну, в смысле, здесь такая задумка, но, конечно, это прям перебор, но сейчас по-всякому ходят, то есть если бы она была просто вот так продлена, даже учитывая достаточно глубокий вырез, мне такая штука нравится, но я же говорю, без вот этих вот, как будто тут то ли трусы, то ли все, тебе не понятно, непонятно. Так, ну, вот эта травка ничего, но, опять же, да, я поняла, что мне травка не очень нравится, потому что она знатно полнит, вот, я травку для себя рассматриваю только в каком-то кардигане, и то, таком, знаете, чехол на танк, вот, такие штуки мне не нравятся, они действительно так знатненько увеличивают объемы, вот, ну, кофточка, кофточка и кофточка, здесь еще, конечно, тут вообще золото-бриллианты какие-то симпатичные. Так, ну, вот это вот, это на какую-то пляжную вечеринку сходить, в целом неплохо, неплохо, но не в город, конечно. Вот такая вот штука интересная, в целом я, ну, мне нравятся вот такие вот лямки, да, они, опять же, например, мою фигуру, они знатно так вот расширяют вверх, но если пропорции соблюдены, то в целом тоже неплохо, вот, так что, так, дальше у нас идут инструкции, инструкции, ага, здесь у нас все как вязано, так, первая у нас хороша, значит, здесь дальше 4 апреля 2003 года, тоже свежак, вот, ну, поехали смотреть, так, так, симпатично, крючком, я так понимаю, наверное, это вязано, ну, миленько, да, для девчонки, мне кажется, очень миленько, так, ну, вот эти вот кофточки, очень даже неплохо, с джинсами, с брюками, с юбками, вполне себе здорово, вот, тут ажур, не будет жарко, классно, так, ну, вот это на любителя, да, вот эти вот открытые плечи, я их, кстати, никогда не понимала, так, неплохо, но не вах, нормально, нормально, обычно такая кофточка, если нравится, берите на вооружение, вот эти дырочки, так, вот это вот этим как-то веер, или как это называется, не знаю, как правильно, но неплохо, неплохо, в такой стилистике хорошо смотрится, так, кофточка, неплохо, здесь, конечно, с рядностью есть беда, но это не это, ничего страшного, так, ну, это же кофта, так, здесь какой-то, что это, кардиган, да, я так понимаю, наверное, ну, здесь нам рекламируют пряжу, но какой-то кардиган прикольный такой интересный, так, это что-то майка из какой-то фантазийной пряжи, ну, не очень я такое люблю, так, не очень, опять же, мне нравится, но вообще, в целом, может, если по-другому было бы обыграть, да, не без этой вот шляпы чудесной, а просто, например, с брюками, с юбкой, может быть, было бы и очень даже неплохо, симпатичное сочетание, опять же, цветов, так, здесь у нас вообще какой-то дикий запах, запах, дикий запах, дикий запад, как будто бы, так, ну, вот эти вот такие на запах, мне вообще такие штуки нравятся, но не в конкретном исполнении, именно с этой юбкой очень даже, а, ну, вот, написано по странным континентам Азия, неплохо, неплохо, так, ну, такие штучки типа индийские, я так понимаю, да, я к ним спокойно отношусь, вот, но выполнена нормально, так, ладно, давайте я буду вам показывать фотки, а то, мне кажется, о каждой модели я буду говорить не очень, не очень, не очень такая, знаете, это модный, блин, критик сидит, в общем, смотрите, если что-то нравится, останавливайте это видео, да, и скриньте, так, здесь, что-то тут обнимашки, целовашки, взаимное притяжение, тыры-пыры, ничего не понятно, ну, очень интересно, так, мужской свитер странный, женский, мне кажется, получше будет, ну, ну, что, нормально, нормально, так, ну, вот, не очень я люблю, конечно, такие фотографии, ничего не понятно, ну, как бы, я так понимаю, что это топ, просто с рукавом обычным, это такой свитерок, значит, вот это вот, честно сказать, вот такие модели летом я никогда не понимала, потому что горло закрытое, это жарко, руки открытые, это как бы нормально, и вот, знаете, такое, знаете, не в 5, не в 10, ну, вот, весной такое можно носить под пиджак, например, или под какой-то кардиган, мне кажется, это тогда, ну, нормальная история, так, кардиганчик ничего, и свитер в брюши, но вот, вот, такие свитера мне никогда не нравились, даже когда они были дико популярные, почему-то, вот это вот двойное двухцветное вязание, именно такого, как-то у меня, не нравится мне, короче, так, здесь у нас букле, я так понимаю, нет, это просто толстые нитки из нескольких цветов, это типа мулине, которые я не очень люблю, но вот именно в таком сочетании, вот в таком, мне даже, как будто бы и нравится, то есть, это толстенькая ниточка, видите, и здесь, сколько-то там цветов, один, два, три цвета, типа белый, синий, такой бирюзовый и темно-синий, и вот такой вот, что это, кардиган-жакет, наверное, или как его назвать, ничего, такой, знаете, стиль, типа со шлепками, хулиганский, мне такое даже нравится, ну, вот эти вот, вот эта маечка, ничего, только я бы ее подлиннее сделала и посвободней, но тут все-то странное с горлом, как будто бы два зуба каких-то странных, вот, ну, вот это цвет мне не очень нравится, так-то все ничего, так, вот это что у нас, ну, вот это вот вполне, вполне, да, можно, мне кажется, цвет только подобрать под себя, вот это регланом связанное, но мне не нравится такой узор, просто сам по себе, но сама модель вполне себе актуальна, даже на данный момент, вот это тоже кофточка, смотрите, мне кажется, достаточно свежо, аккуратненько, такой на каждый день, ну, почему бы и нет, вылез аккуратненький, смотрится хорошо, так, ну, вот такие вот майки в целом, в целом нормально, но все равно, кто бы мне что ни говорил, вот такие вот узоры, они очень сильно, ну, полнят, да, то есть девушка сама по себе хорошей фигурой, да, но все равно у нее идет так, в общем, побольше, да, вот, поэтому, например, я себе такие штуки не вяжу, ну, потому что просто, как бы, мне это не нравится, так, значит, здесь у нас инструкции, 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 вот, видите, какие мы с вами быстренькие, так, Диана, спицы и крючок, значит, у нас идет, о, смотрите, свежак, июль 17-го года, так, поехали, что нам тут предлагают, вот такая вот мальчонка, это крючок, я так понимаю, неплохо, я такое не очень люблю, но смотрится свежо и, ну, наверное, современно, наверное, так, здесь что-то, это типа туники, я так понимаю, здесь что-то странное с плечами, очень странное, на мой взгляд, но, возможно, имеет место быть, так, ну, вот такая вот мальчонка, тоже неплохая, но, возможно, подлиннее, но это лично для себя, ну, в принципе, я бы такое не одела, просто потому, что мне не очень, например, идет красный цвет, но это не суть важна, сама модель вполне себе неплохая, ну, вот эти вот бабушкин, это бабушкин, не бабушкин, ну, короче, да, из бабушкиных квадратов, вот сейчас это модно, единственное, может быть, чуть-чуть длиннее, я бы сделала, но, вообще, сочетание цветов очень красивое, так, здесь вот есть схемы, я не знаю, как это, так понятно или непонятно, потому, что я не крючковяз, но, опять же, берите на заметку, так, вот такие вот платья, да, их носят, насколько я понимаю, с чехлом или как это называется, мне кажется, летом в таком жарковато, но на вкус и цвет, вот, ну, и плюс, опять же, все-таки фигура должна быть, кто бы мне что ни говорил, я считаю, что такие вязаные платья, они немножко полнят и все-таки должна быть, ну, как минимум, нормальная фигура, так, поехали дальше, здесь какая-то смешная накидуля, ну, такая прикольная, да, в стиле штор у бабушки, ну, ничего, 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 можно сказать, что ничего, так, здесь нам рассказывано, как вяжут, вот такая, не знаю, что сказать, маечка и маечка, так, тоже маечка и маечка, долго не буду останавливаться, спорно, но можно, яркая такая в сафари, да, немножечко в стиле, так, ну, здесь, я так понимаю, просто типа майка-сетка, ну, нормально, мне кажется, стильно смотрится, так, ну, вот такие накидули, это тоже бабушкины квадраты, это для любителей, я не очень такое понимаю, так, наверное, все, ну, это прям вообще, конечно, что-то интересное, ну, да, такое спортивное накидуля, длина немножко меня смущает, и вот этот вот странный такой, да, V-образный верх, но на вкус и цвет все фломастеры разные, так, и крючковязы, поехали, мы с вами хорошо идем, так, ну, вот такая вот накидка, неплохо, мне кажется, ну, очень даже стильно, так, вот такая вот кофточка, берите себе на вооружение, ну, вот такие вот всякие супер ажурные, у меня все-таки ассоциация, что-то морское на каком-то морском побережье, да, там, надеть на купальник сверху и пойти, там, не знаю, до отеля или прогуляться, вполне себе, в городе я не очень такое прям представляю, вижу, ну, на себе, по крайней мере, да, ну, это вообще, ну, как это, как это видишь и сидит в жутких розочках, у меня почему-то ассоциация, ну, хотя нет, девушка красивая, все красиво, ну, очень на любителя, конечно, все эти штучки, так, ну, это тоже, да, очень тут интересное цветовое решение, так, знаю, что многие такое любят, я не очень, поэтому просто вам показываю, рассказываю, ну, вот это вот, по-моему, вот этот узор и спицами, и крючком, мне кажется, его можно связать, по крайней мере, я видела, ну, сочетание такое морское, морское, так, здесь секционная пряжа, ложится так прикольно, но тоже на любителя, так, здесь это такие, из-под пятницы-суббота это называется, просто посмотрим, без комментариев, ну, вот такая штука мне, например, нравится, да, это, как бы, заслуга цветов, не модели, а именно цветов, вот, хорошее сочетание, голубое с белым, свежо, красиво, морская история, только я не понимаю, это, это такой воротник странный, видите, здесь как будто нету концов, то есть это типа, типа такой вырез, но тогда это что-то странное, потому что если бы кардиган, было бы, мне кажется, более понятно. Так, ну, тут вся ввязана, свитер странный, вот, например, вот, смотрите, да, мне все говорят, почему на секционке я не вяжу узоры, потому что на секционке узоры для меня выглядят вот примерно вот так, ничего не понятно и вообще не интересно, то есть было бы намного выигрышнее связать просто лицевую гладью, цвет это бы подхватил, и это было бы, ну, как бы более, скажем, носибельно, да, для меня это, ну, перебор, правда. Так, вот это неплохо, вот это неплохо, но очень в облипку нижняя часть, если бы было такое оверсайз, ну, это просто моя любовь, да, к оверсайзу было бы намного лучше, но вообще интересно, интересно. Так, вот такие модели давайте я вам покажу, типа жакеты, жакеты-пиджаки. Так, что-то у нас осталось, ну, это вообще просто мотоцикл и погнали. Так, и последний журнальчик у нас остался, это апрель 2008 года. Девчонки тут у нас модные. Так, ну, вот эти вот цветы, и это роскошь, роскошь роскошная. Так, вот эти вот, значит, кофты, ну, опять же, я не очень люблю крючка вязаная полотно, поэтому, опять же, давайте, наверное, от комментариев своих я воздержусь, просто вам покажу симпатичный, красивый розовый цвет. Так, ну, вот такая вот интересная, да, стильная, модная, молодежная история. Кардиганчик ничего, в таком вот стиле, мне кажется, симпатично смотрится, нежно, красиво, это такое вот болеро даже больше. Поехали дальше. Так, кофточка в дырочку. Вот такой вот интересный. Ну, оригинальный точно, да? Давайте так будем называть. Кардиганчик. Ну, вот это интересно. Ну, не для нас. Так, что тут у нас еще есть? Такие с запахом жилетики. Так, вот такая вот кофточка. Ну, вот, кстати, в таком образе вполне себе может быть, да, потому что и девушка, мне кажется, кудряшки с такими штучками подходят. Ну, это чисто на фотке, да, вот, как бы в жизни, например, я уверена, что многие бы такое не одели. Но смотрится неплохо, неплохо. Пупочек, пупочек. Так, ну, и вот это вот тут и травка, и все-все-все. Ну, вот, лично как мне, это перебор, да, такая немножко смешная модель. Но, опять же, это на любителя. Так, все, мы с вами закончили, журнальчики посмотрели, процессы я вам показала. Надеюсь, вам было интересно. Напишите, что понравилось, что не понравилось. Будет интересно почитать. Привет, ребята. У нас уже вечер, я тут, это, в общем, у меня было, это, приключение с забором посылки. Ну, неважно, короче, в общем, пришла мне очередная посылочка из РНДУ. Ждала ее очень-очень, потому что больше заказала продуктов, ну, и, соответственно, больше хочу вам рассказать. Так, погнали, в общем, разбирать, да, потому что хочу вам быстренько показать и все, и разобрать, все поставить на места, ну, и уже, конечно же, пыткать. Как же без этого? Так, погнали. Значит, здесь, так, здесь что это? Что это, что это, что это? Так, это отзывы. Значит, прикольно, кстати, отзывы. Я что-то думаю, ну, как обычно, знаете, типа, оставьте отзывы, там, баллы, тыр-бры. Здесь прикольно, что мне нравится на рандеву, я на все продукты написала отзывы, которые у меня были, и у меня там в районе 600, что ли, баллов на бонусном, как-то типа, счете там или как. Вот, и можно, по-моему, до 100%, надо будет мне почитать еще повнимательнее, в общем, их тратить на другие покупки. Ну, то есть, допустим, вы оформляете заказ, не можете еще за баллы что-то себе взять. Ну, это прикольно, на самом деле, вот, поэтому тоже почитайте, если что-то заказывали, не поленитесь зайти в корзину, написать отзыв, и вам будут начислены баллы. Так, вот эту штуку мне положили, я так понимаю, в подарок. Это за Саен Био Микро Пил Софт Гел. 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 Гель. Так, значит, вот такие вот по две масочки я выбрала. Это Джигот, если я правильно читаю, может, конечно, и нет. Это Гиалуронка, вот, мне нравятся вот эти вот они такие, ну, ничегошные. Так, и, ой, подождите, где-то еще было, по-моему, нет? Да, да, и еще две штуки, вот такие, это с зеленым чаем. Вот, они тоже там увлажняющие, обновляющие, ну, короче, неплохие такие масочки. Так, вот эта вот штука, значит, это, вот, фирма единственная, я не очень знаю, по-моему, короче, ладно, не важно, не важно, не буду я коверкать язык. Значит, это вот такая вот фирма, значит, здесь прикольные штуки, здесь 24 патча, это если вдруг у вас выскочил прыщ, позорный, вот, и вам надо его срочно ликвидировать, вы клеите эту штучку, вот, и он за, там, энное количество времени его убирает. Ну, непонятное дело, что он его не уберет на 100%, но, по крайней мере, не будет этого жуткого красного предателя, допустим, да, у меня почти всегда вылезает какой-то дружок перед фотосессией или перед каким-то, ну, мероприятием, когда просто хочется, знаете, ну, как бы быть это, без изъянов, назовем это так. Так, в общем, вот, и, короче, мне и девчонки многие советовали, и в обзорах я читала, поэтому решила взять себе, по-моему, они еще есть в золотом яблоке, если я не ошибаюсь, но до этого я их нигде не видела, я искала. Вот, так что, короче, взяла, посмотрим, потестирую, вам обязательно расскажу. Так, погнали дальше. Значит, вот этот, это крем для тела за саем, или саем, я не знаю, как правильно, это, по-моему, снова корицы, значит, здесь кремушек для тела с авокадо, мне и девочек в комментариях его очень советовали. Вот, огромное спасибо вам за то, что делитесь, взяла, так как я тут начала ходить в бассейн, мне вообще вот эти вот всякие штучки-дрючки, здесь 300 миллилитров, он такой, ну, большой достаточно. Вот, значит, мне, ну, нужны всякие увлажняющие, питательные, там, да, такие штуки, потому что, ну, после бассейна кожа очень сохнет, особенно еще зимний отопительный сезон, поэтому, в общем, буду тестировать, я думаю, что мне должно зайти. Короче, вот такая вот банка, вот такая. Так, поехали дальше, взяла крем для рук вот такой, значит, это Корес, насколько я понимаю, что они так читаются, значит, кремушек для рук. Мне эту фирму советовали, говорили, что она реально классная, толковая, она натуральная, и у нее очень хорошие составы, ну, которые, скажем так, действительно, там, увлажняют, питают и так далее, да, по, это, по запросу. Так, смотрите, ничего не вижу. Греческая олива, крем для рук, олива и морская соль, тыр-мыр-мыр, он увлажняющий, восстанавливающий. Вот, вот такая вот красота, будем тестировать. У меня еще в корзине на Wildberries лежат такие кремушки, но я решила, ну, раз уже заказываю здесь, да, большой заказ, вот, то положу здесь в этот, в заказ, потестирую. Если что, возможно, буду там заказывать, надо будет единственное по цене сравнить, потому что, ну, да, как бы это бывает, бывает всякое. Так, еще, я не знаю, будет ли видно, значит, вот такой вот кремушек, давайте я открою, сейчас покажу. Так, значит, это вот такой вот кремушек для рук, здесь 50 миллилитров, значит, это Топи Алис, крем для рук, значит, это вот такая вот фирма CVR, значит, это типа аптечные косметики, очень многие его хвалили, вот так как у меня есть вопросики с руками, мало что меня берет. Вот, вот, мне сказали, попробуй вот этот французский крем, потому что он действительно очень хорошо для топиков, для такой, знаете, кожи, ну, которая реально прям страдает, да, там, и шелушится, и какие-то трещинки, вот, поэтому буду тестировать. Я до этого вам показывала, что у меня был урьяж, по-моему, но он такой, для меня он, скажем так, слабоват, мне хотелось бы чего-то все-таки посущественнее, поэтому буду тестировать. Вот, вот, берите на заметку, но, опять же, да, я пока ничего не могу по нему сказать, если вы пользовались, расскажите мне. Так, поехали дальше, значит, вот я взяла, тоже очень многие хвалили, я не знакома с этой фирмой, буду тестировать, ну, прям, очень сильно хвалили, значит, эту фирму, у меня, получается, здесь крем, и у меня здесь сыворотка. Вот, вот такие, вот такую парочку я взяла, значит, это клюв, 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 клюв плюс эй, значит, не знаю, как правильно это читается, ну, чтобы прям, знаете, красивое название, ну, не важно. Значит, здесь это сыворотка и крем увлажняющий, вот, очень хвалит, по-моему, тоже, значит, я слышала, что не просто увлажняет, а именно такой накопительный эффект, и очень-очень классно для, там, 30+, ну, и чуть-чуть дальше. Вот, для сильно молодой, может, и не очень, а для, вот, 30+, и дальше, само то. Вот, так что буду тестировать, очень мне нравится, что рандеву много, что, допустим, что может протечь или как-то там треснуть, да, они заворачивают вот в такую пищевую пленку, это, ну, однозначно, да, 5 баллов Гриффиндор, потому что, ну, это важно, упаковка, да, то есть здесь дополнительно, ну, как бы упаковано в бумажку, вот, а вот такие штуки все упакованные. Так, это хорошо. Так, значит, смотрите, взяла себе вот такие вот пэды очищающие, это Селимакс, очень тоже рекомендуют, это корейские пэды, я вообще, как бы, пэдами не пользовалась, так, здесь будет что-нибудь у нас тут на понятных языках. Значит, вот написано, пэды тонер, отшелушивающий с салициловой кислотой. Так как я уже миллионы раз говорила, у меня жирнючая кожа, вот, ее периодически нужно, ну, отшелушивать, да, и с салицилкой я пользуюсь в всяких разных средствах, да, потому что меня то подсыпает, то там что-то еще. Вот, решила попробовать в формате пэда, именно вот эти вот они, ну, такой средний ценовой сегмент, посмотрим, как вообще они будут, это просто такие, как, как это называется, типа ватные диски, да, они такие побольше, я вам потом покажу. Они пропитаны вот этим вот раствором, значит, отшелушивающим, и ты просто протираешь, как будто ватным диском, как будто тоником, вот, они там делают, в общем, все свои делишечки, и девчонки говорят, что прямо, прямо вообще супер-пупер, поэтому попробую, ну, давно я кучу отзывов на них почитала, они такие, как это сказать, универсальные ребятки, вот, так, посмотрим, и здесь их много, здесь их, по-моему, я не знаю, будет ли тут написано, сейчас, подождите, посмотрим, здесь их много, здесь 60 штук, ну, то есть, это прямо так знатно, такая упаковка знатная. Так, значит, еще я взяла, так, вот этот вот, это же фирма, которая патчи от прыщей, Косркс, не знаю, как это правильно читать, но эту фирму я прям себе взяла на заметки, и у меня очень много средств в корзине, потому что говорят, что это просто вообще пушка, а что не средство, то прямо вообще какая-то невероятная красота. Это, значит, увлажняющий крем с витамином В5, прополисом, ну, действительно, прям про него вообще какие-то оды ему поют, именно девчонки, у кого жирная кожа, проблемная, да, какие-то там вопросики есть, вот, ну, поэтому будем тестировать, и хочу побольше познакомиться вот с этой вот фирмой, да, потому что, я же говорю, ее прямо, ну, хвалят, что не продукт, то прямо класс, это тоже корица. Так, значит, вот такая вот красота, так, естественно, что на все продукты я вам оставлю ссылочку в инфобоксе, да, чтобы вы не искали приветик, вот я тут сижу, значит, я дальше знакомлюсь с фирмой Шик, значит, или там, Чик, как она, ну, Шик вообще, это румяна, вот, они за это запакованы, не буду уже, в общем, это кремовый румян, я никогда не пользовалась кремовыми румянами, поэтому обязательно вам расскажу, мне самой дико интересно попробовать. Так, значит, это ночная маска для лица, это, ну, типа, увлажняющая, питающая, да, питательная, 15 мл, она такая совсем малышка, да, у этой фирмы есть прикольная маска для губ, ну, я как-то очень спокойно к маске для губ отношусь, а для лица в целом неплохо, вот, попробую, она есть и в большом формате, но я взяла вот такую милипусечку попробовать, ну, мало ли не пойдет, да, как бы потом не знаешь, куда деть эти маски, подскажешь уже везде, где только можно. Так, вот такая красота, так, что тут у меня еще, еще тут что-то у меня было, так, сейчас, значит, что тут у нас, так, я заказала водичку вот такую вот Джимми Чу, Джимми Чу обожаю, это один из первых моих таких товарищей, ну, скажем, с хорошей, да, парфюмерией, вот, у меня было много ароматов, вот, взяла Чу Флорал, это, по-моему, такой более цветочный, весенний, попробую вам обязательно расскажу, пока, я сейчас не очень помню, как он пахнет, но я помню, что по композиции там что-то цветочное, какая-то там мимоза, что-то такое, по-моему, было, если я, конечно же, ничего не попутала. Так, это что, это что, это что, это что-то, Анжелина, Анжелина, это я не знаю, как будто бы какие-то, наверное, подарочки или что это, не знаю, если честно, что, потом понюхаю, вам расскажу. Может быть, это то же самое, что и в прошлый раз у меня было, кстати, пахнет очень даже ничего, я в прошлый раз понюхала, попробовала, так, и что-то у меня, а, ага, так, я, хотя так доставала, так доставала, что открыла, ну, неважно, ладно, в общем, вот такой вот взяла карандаш для губ, это Vivienne Sabo, 302 цвет, он такой универсальный, он чуть-чуть с коричневым, но имеет розовинку, мне сказали, что это супер универсальный, под все цветотипы и все-все-все подходит, 302 цвет. Вот, поэтому я тоже попользуюсь, вам обязательно расскажу, я в поиске идеального карандаша, ну, пока не могу сказать, что я прям нашла. Вот, у вас он сильно какой-то коричневый, он такой именно универсальный, такой более натуральный, короче, можно так сказать, вот, поэтому сейчас я откупорю эту штуку и достану колпачок, а то я вместе с колпачком сняла. Так, все, по-моему, все, на этом все, давайте, ой, чтобы я карандаш не поломала, да, точно все, и тут точно все, все, про все я вам рассказала, вот, так что буду я это, наслаждаться своими покупками, тестировать, и потом обязательно расскажу в каком-нибудь из других влогов, ну, чтобы время у меня было потестировать. Все, на этом все. Привет, и вам, ребята, иду на встречу с Сашей, с канала Уеха, ой, уехала лежать. Саня приехала на месяцок, поэтому, в общем, ой, какая приятная машина поехала. Ну, в общем, погодка просто супер, но, конечно, сильно не смотрите, что солнце, все равно холодно, конечно же, морозненько, но этот, как он называется, вообще хорошо. В общем, у меня такое супер весеннее настроение, сережки с цветочками надела, губежки мазанула, ну, в общем, короче, потихоньку организм просыпается, знаете, от этой зимней спячки у меня, ну, у меня обычно ближе туда, к февралю. В середине где-то, но, тем не менее, у нас сегодня 31 января, в общем, последний, как это, предпоследний зимний месяц позади практически, вот, остается календарный последний месяц на один день длиннее, и все, вот, так что пойдем с Саньком прогуляемся, кофе-губы пьем, плюс мне еще поработать надо. Так что, в общем, совмещение приятного и полезного. Я сейчас хожу в своих прошлогодних перчатках, потому что свои розовые, яркие, я забыла у родителей, они завалили за диван, я думала, блин, куда делись перчатки. А я их брала с собой, ну, как Энзе, я ходила в варежках на новогодние праздники, потому что там же было очень холодно, если помните. Я их брала с собой, ну, так, типа, на всякий случай, пусть будут. И вообще я их забыла. Вот, маме пишу, мам, слушай, так и так, я говорю, поищи, у меня нету, ну, все, я пишу, делали там оборку за диваном, к нашли, я не знаю, то ли дети, может, играли, может, пакет случайно, короче, не знаю, в общем, поэтому мама говорит, ну, ничего, летом приедешь, перчатки будешь носить. Я говорю, так ты забирай себе, ну, у нее руки меньше и, короче, пальчики, ну, мама в это, в понятной манере говорит, так, мне их не просто носить, у меня розового ничего нету. Я говорю, мама, кто сказал, что должно быть розовое, что-то. Ну, в общем, короче, да, так и живем, вот. Поэтому все, пошла, я решила просто вам подключиться, такое настроение хорошее, прогуляться немножко, растрястись, вот, поделать все дела. Так что все, последующего включения. Привет, друзья, у нас сегодня среда, ну, вот, я только что пришла, я, по-моему, с вами уже здоровалась сегодня, ну, неважно, было подключение лицом, да, и вот пришла после встречи с Сашей, в общем, короче, Саше мне сделала подарок, значит, прямиком из Италии, в общем, не смотрите на эту варварскую упаковку, это я просто не умею красиво открывать, плюс она была, в общем, пока я донесла ее до дома, она немножечко пострадала. Давайте покажу, что же это за красота, вот такой вот суперкласснючий, значит, это Linus Dunnord Infinity Sock, 13 цвет, очень классный, вообще, просто невероятная красота, буйство цвета. Я на такой цвет тоже смотрела в Италии, и я, значит, хотела купить эту пряжу, и тоже от Infinity забыла, как называется, в общем, короче, я стояла, смотрела, 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 в общем, Саня мне, короче, купила такой моточек, просто невозможно. Очень классный цвет, я прям, да, речи немножко потеряла, короче, когда я открывала, тоже я прям обрадовалась, потому что яркие оттенки, они, вроде как, их не всегда, знаете, как прям хочется, но вот сейчас такое настроение именно на яркие оттенки, поэтому Саня попала просто вообще в яблочко, значит, это классическая носочка, 100 грамм 420 метров, 75 на 25, 75, чего там у нас, шерсть и 25 нейлон. Вот, вот такая вот красота, прям невероятно в мою коллекцию, отправляется, мне кажется, что я просто потом буду друг за другом их вязать, такие моточки, вот, так что, Санечек, огромное тебе спасибо, огромное спасибо. Это классный моточек, отправляется в мою коллекцию, и вот так вот должен выложиться носочек, насколько я понимаю, только я здесь что-то не вижу желтого цвета, как будто бы на этом самом, поэтому, ну, наверное, это вот этот будет, скорее всего. Вот этот вот, наверное, желтый, но посмотрим, но не суть, в общем, вы знаете, что я люблю дурацкие носки, и если, как это, чем дурацкие, такого слова нету, но неважно, если, чем, короче, более дурачнее они будут смотреться, тем будет круче, на самом деле, и плюс еще Санечки будут мне напоминать. Вот, так что вот такая вот красота, значит, это первое, что я вам хотела показать, и я вооружилась вот такой штукой, это значит, что приехала ко мне посылка. Так, ой, вот такая вот большая пакета ко мне приехала, давайте мы, так, я, по-моему, тут порезала что-то, надеюсь, что пряжу саму не порезала. Так, уже, я думаю, по упаковке вы понимаете, что это приехала, это приехала пряжа, значит, из магазина Диол. Так, я сейчас давайте все достану, потому что здесь, конечно же, много всего, потому что здесь я заказала пряжу на проекты, ну, в смысле, на большие проекты, да, учитывая, что я повязала образцы, все повыбирала, все посмотрела. Так, ой, отчего-то тут наклеилось на меня, и вот это, по-моему, последнее. Так, вроде бы, все, вроде я ничего не забыла. Так, значит, поехали разбирать. Это, насколько я помню, так, сейчас. Так, это палитра у нас, так, Дунадьин, да, в прошлый раз, значит, мы с Мариной обсуждали, что не было этой палитры, но это абсолютно не суть и важно, но теперь у меня есть, боже, какие красивые цвета. Ай, ядренок очарыга, вот этот вот зеленый, ну, смотрите, в таком сочетании какой-нибудь жаккарда природный, офигеть, очень классно. Так, класс, это здорово, на самом-то деле, тут красивые оттенки, вот этот красный, смотрите, для любителей красных, да, вот такой вот, значит, если сравнить, этот с более морковным оттенком, да, а этот такой более яркий, класс, ну, красивые, голубые, красивые, синие, красивые, коричневые, все очень-очень красивые цвета. Так, это меринос у нас с нейлоном, 1300 на 100, вот этот зеленый, это, конечно, красота. Так, значит, палитра у нас есть, поехали, значит, давайте будем открывать, начнем, что ж ты будешь делать, начнем побольше, бобиночек. Так, знаете что, давайте мы, наверное, сделаем так, я сейчас все открою, потому что это шебуршание, потом запипикивать, такое себе удовольствие. Сейчас я все раскрою, все достану и вам покажу. Так, ну что, смотрите, в общем, это все те же лица, только в профиль. Так, значит, в прошлом ролике я вам рассказывала, да, что вязала образцы, с ними, значит, занималась там, вязала, стирала, показывала, да, и говорила свое мнение по факту, да, уже после ВТО. Вот, ну и заказала уже пряжу на полноценные изделия для того, чтобы повязать, вам рассказать, ну и, соответственно, связать обновочки. Значит, вот этот шикарнючий синий цвет, так, давайте я напомню, значит, это Гленфруин, 65% шерсти гненка и 35 нейлон, 500 на 100. Значит, я в прошлом видео показывала вам образцы, и я говорила, что в одну нитку мне показалась соплинка, хотя вот нитка, ну такая достаточно толстенькая, да, я решила вязать в две нити, вот, поэтому, соответственно, у меня две бобинки, ну там в районе 250 грамм, по-моему, здесь и здесь. Я буду вязать, мне кажется, даже чуть-чуть больше здесь, буду вязать мужу свитер обычный, базовый, классический, по своему же описанию, basic sweater, да, я вам оставлю ссылку на этот мастер-класс, если вдруг вы захотите его прикупить, либо на бусте, либо просто отдельно его можно купить. Вот, короче, значит, это мужу на свитер, мне понравилась пряжа, классно, хорошо раскрывается, буду стирать в машинке. Значит, вот это на джемпер брату, так, это у нас, это у нас, значит, гленмерина, это 100% шерсть ягненка, так, 750 метров на 100 грамм, вот такая красота, цвет алюминию, это, значит, вот этот цвет, этот я не сказала, да, space. Так, значит, здесь это будет просто базовый тоже джемпер, возможно, кстати, он будет тоже по этому же описан, new basic, но без горла, да, это будет просто круглая горловина, но не высокая обычно, как в джемпере. Так, значит, этого тоже, по-моему, в районе 500, мне так кажется. Так, вот этот вот, здесь 4 бобиночки вот этого шикарнючего петрольного, он меня, конечно, очень сильно просто вообще поразил, удивил. Это гленн колл, 70% мериносовая шерсть, 30% хлопок, 1400 на 100, я буду, цвет блю стил, я буду вязать в 4 нити, вот, значит, пока еще прям модель на 100% у меня не оформлена, но есть наметки, вот, но это будет в любом случае мне, потому что я очень люблю такой цвет, и у меня вообще нет такого цвета в гардеробе, вот, поэтому я решила пополнить, да, палитру, ну, и мне очень понравился, я вам показывала заборчик, да, я вам, наверное, в следующем включении напомню. Образцы. Так, и вот здесь 4 тоже бобиночки, вот такого шикарного, классного, классического бежевого цвета, такой, ну, действительно нежный. Значит, это Дунадин, это как раз-таки вот эта вот палитра, вот она, вот этот вот цвет, дезерт называется, ну, и вот, соответственно, какие еще цвета есть. Очень они, конечно, красивые, приятная пряжа, вообще, я говорю, я от нее как-то вообще ничего не ожидала, она меня так удивила. Значит, это Дунадин, это 60, ну, давай, 65 мериносовая шерсть, 35 нейлон, 1300 на 100 грамм, ну, и цвет я вам уже сказала. Значит, вроде как-то ничего особенного, но очень классное полотно получается, такое, с одной стороны маслянистое, с другой стороны струящиеся. Ну, в общем, короче, я же говорю, что я как-то осталась в восторге. В восторге, естественно, что нужно связать плечевое изделие, его поносить для того, чтобы, да, восторг был на 100%, ну, в плане, я имею в виду, даже не то, чтобы восторг, а чтобы понимание этой пряжи пришло на 100%, как она носится, как она в носке, вот, то, что я слышала до этого, довольные, да, люди, что носится хорошо, хорошо вяжется, хорошо стирается, да, вообще, как бы, нареканий особо нету, вот. Но для того, чтобы быть объективной, естественно, я хочу сама провести, ну, такое, знаете, полностью краш-тест, связать изделие, его поносить и вам обязательно рассказать по этому поводу. Вот, но что мне нравится, что здесь, в общем-то, а, и вот этот вот бежевый, это будет, опять же, скорее всего, мне плечевое изделие, посмотрим, либо это будет что-то супер базовое, либо базовый цвет, но, может быть, даже какой-то узор, посмотрим. Значит, муж, брат, ну, и я любименькая, почему бы и нет, собственно говоря, у меня же мало пряжи, не из чего вязать, вот, но шутки шутками на самом-то деле, но, как бы, хорошей пряжи много не бывает, тем более, что, что мне нравится, что это регулярная пряжа, да, я вам уже говорила, что, допустим, так как я часто вяжу на заказ, я хочу протестировать эту пряжу, вот, так знаете, в хост и в гриву, все вот эти вот артикулы для того, чтобы можно было предлагать клиентам, и понимать, что цвета есть, ну, всегда, да, их можно заказать, да, возможно, это чуть-чуть дороже, чем, там, не знаю, какой-то сток, но сток, опять же, да, если вдруг я не попадаю, там, по граммам и всему остальному, его днем с огнем не сыщешь здесь, если что, можно всегда докупить, плюс эта пряжа продается на озоне, вот, ну, поэтому, как бы, это, на самом деле, здорово, то, что, если все мне зайдет, и все будет так, как по образцу, стабильно, понятно, без сюрпризов, сюрпризы я терпеть не могу, особенно, когда я вяжу для заказчиков, вот, то это будет просто, знаете, ну, такое, как палочка-вручалочка для заказов, когда ты просто скидываешь человеку палитру, он выбирает цвет, и все, да, вы обсуждаете модель, все довольны, все счастливы, вот, поэтому, короче, вот такая вот красота ко мне пришла, значит, возможно, что я вот свитер для мужа буду начинать уже прям, ну, грубо говоря, сейчас, да, сделаю только необходимые, хотя, какие расчеты, если я буду по мастер-классу вязать, да, это я что-то обо что говорю, в общем, скорее всего, начну прямо сейчас, да, буду его тихо, мирно вязать, вот, потому что, ну, его предыдущий свитер из альпаки, такой уже немножко, да, это, с большим пробегом, не только по Беларуси, но и по европейским всяким городам, поэтому нужна смена, вот, так что вот такая вот красота ко мне приехала, пойду расставлю аккуратненько и красивенько все по полочкам, ну, и буду потихоньку приступать, вот, так, значит, давайте еще на всякий случай я напомню, сейчас я достану, где-то тут у меня были, вот, давайте я напомню, значит, вот, магазин Диол, и вот здесь вот, да, все контакты, сайт, группа ВКонтакте и канал в Телеграм, вот, поэтому можно везде присоединиться, да, на сайте очень хорошая цветопередача, намного лучше, чем на зоне, вот, поэтому можно, да, всегда сравнивать с, этим сайтом, да, все какие-то вот моменты, где вы, вам нужен четкий цвет, ну, в идеале, конечно, вообще на самом-то деле заказать вот такие вот палитры себе, для того, чтобы у вас был, ну, четкий цвет, четкое понимание самого цвета, чтобы вы там не гадали, да, что приедет, потому что не всегда бывают это хорошие эксперименты, вот, но цветопередача на сайте хороша, это однозначно, так что вот, скриньте себе контакты, я могу рекомендовать. Привет, ребята, у нас сегодня пятница, давайте подводить итоги моей недели, расскажу, что да как. Значит, мой процесс, который я вам, в общем, по-моему, всю неделю показывала, это кашемировый свитер для себя, значит, я уже отделила, получается, рукава, и, ну, тут сколько сантиметров, сколько сантиметров, четыре, наверное, провязала в длину. Так, значит, это обычный реклам, да, который я уже вам рассказывала миллионы тысяч раз, вот, что я его вижу, не в каждом втором, да, у меня есть блоки, в общем. Так, значит, я вам обещала рассказать и показать чехольчик от спиц тюлип, так, значит, смотрите, вот так вот он выглядит, или тюлип, или тулип, или тулипы, много кто как по-разному называет, я, честно говоря, не знаю, ну, если читать на английский манер, 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 то это тюлип, значит, три с половиной у меня 80 сантиметров, значит, крутится вот здесь вот леска, прокручивается, и острый кончик, все, в принципе, как заявлено, так оно и есть, очень мне нравятся такие красивые, стильные, лаконичные вот эти вот упаковочки, да, и здесь еще внутри, если вдруг кто-то не знает, есть вот такая вот штуковина, это чтобы не сырело, да, от влажности, от всего остального, так как все-таки это металл, ну, естественно, надо, чтобы он был в адеквате и в состоянии, да, чтобы ничего тут у нас никуда не девалось, значит, это японские спицы, на всякий случай, да, напомню, я их брала на Сбермаркете, в общем, перед Новым годом, мама с папой у меня спросили, что мне купить, в общем, я сама себе выбрала подарок, значит, выбрала вот такие вот спицы, у меня был еще моток регии премиум, как он там, с кашемиром, вот, и вышло достаточно бюджетно, так эти спицы стоят, сколько там, что-то, в районе двух тысяч, по-моему, мне они там с этими промокодами со всеми обошлись в районе тысячи, вот, конечно, они стоят как крыло от самолета, но, правда, это спицы офигенные, вот, я прям очень, 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 как это, расстраиваюсь, почему я с ними раньше не познакомилась, я тут уже грешным делом подумала о наборе, в чате с девочкой мы обсудили стоимость, я поняла, что нет, набор, это я что-то пошутила, конечно, зачем он мне, он мне вообще не нужен, но, правда, там что-то в районе 36 тысяч, по-моему, полный набор, но даже если не полный, то все равно там в районе 20 тысяч, но это как-то уж прям совсем, совсем грустно, вот, поэтому я решила, что, значит, так как мне эти спицы нравятся, но я не думаю, что я прямо все буду сейчас на них вязать, нет, потому что все равно я люблю металл, мне нравится металл, но именно, знаете, вот, чтобы прямо кайфануть, насладиться процессом, там, петелька к петельке, вот эти вот спицы, они действительно хороши, вот, то, что я говорила, они прокручиваются вот здесь вот, да, и у них, ну, такой достаточно хороший кончик, я прямо пару раз пальцы себе этот самый, подушечку пальцев прокалывала, значит, я подумала, что, что, мне не нужен целый набор, да, потому что часто бывает, я вяжу там тремя-четырьмя номерами, у меня есть 3,5-80, я, возможно, еще докуплю 3,5-60, в идеале 4,60 и 80 леска, вот, 4,5 думаю, в принципе, 4,5 у меня тоже ходовой размер, ну, вот, я так думаю, что, наверное, мне можно было бы взять еще 3,5-60 и 4,60-80, вот, то есть, как бы, 3,3 пары спиц, и, в принципе, я думаю, что гистальт закроется по этому поводу, так, слушайте, вот это вот очень сильно затемняет кадр, обалдеть, бордовый цвет, насколько его камера, да, в общем, все портит нам, короче, значит, вот такие вот спицы, чехол от спицы, ну, не чехол, как эта упаковочка, да, я их здесь и храню, то есть, сейчас я на них вяжу, но потом я сюда же их положу, и они у меня в косметичке, все спицы лежат в своих упаковочках, так удобно, они не теряются, всякие пеналы там и всякая штука, эту я не очень люблю, мне не нравится, вот, а просто потом вот так достал, да, сразу понимая, что это, где это, чего это, не надо искать какой-то номер, какая-то леска и что, и так далее, вот, что-то я, подождите, хотела еще сказать по этому поводу, но слетела у меня мысль, улетела у меня мысль, ну, ладно, вот, поэтому, возможно, что, опять же, я на какой-нибудь или праздник, или еще что-то, опять же, да, там, если и родители, или там муж, например, да, возможно, я вот закажу себе на Сбермаркете или где-нибудь еще, по мониторю просто по ценам, потому что я видела их на Озоне, вот, ну, они какие-то очень дорогие, там просто какие-то космические деньги стоят, вот, так что это, это что касается спиц, что-то я подвисла немножко, так, все, светлый у меня экран, вот, поэтому здесь, в принципе, что, вяжешь себе, вяжешь, ничего такого прямо дико особенного, вот, я сделала чуть-чуть удлиненную линию реглана, ну, не сильно прямо, но все-таки удлиненную, вот, для того, чтобы, во-первых, свитер должен чуть-чуть подсесть, вот, ну, и в целом я не люблю, когда сильно прям подмышкой там где-то что-то болтается, так, короче, свитер, в общем, я вязала и намотала себе очередные, вот, два бублика, вот, сейчас довязываю то, что осталось от первых двух бубликов, и вот свеженькие у меня, значит, остались, точнее, не остались, а новенькие, я намотала себе, буду вязать, вот, расход хороший, мне нравится, и я каждый раз, когда, вот, я повязала и, допустим, на что-то переключаюсь или куда-то ухожу, я их укладываю в сумку и сумку отставляю наверх, потому что все-таки это не металл, да, здесь легонечко сел что-нибудь щелкнул, у меня ребенок-любитель, там, знаете, помочь мне повязать, вот, поэтому я их, ну, стараюсь беречь, да, потому что будет жалко, если они у меня, это, поломаются, так, поехали дальше, что я еще вязала, значит, я тут в перерыве между делами, да, там, пока там чай не кипит, еще что-то я повязывала носки, вот, относительно, да, недавно вывязала пятку, ну, и вот, пошла уже формировать клин подъема и этот, как он называется, стопу, вот, здесь все по классике, ничего прям особенного, да, нет, не могу сказать, это уже носки февраля погнали, вот, за январь у меня 4 пары, оказалось, оказалось, вот это симпатично, да, вот, ну, понятное дело, что у меня каждый месяц вряд ли будет такой прямо продуктивный, но тем не менее, вот, поэтому все мне здесь нравится, да, это пряжа артисан, на всякий случай, давайте напомню, и цвет какой там, 90.05, вот, такие классические симпатичные стиляжные носочки, так, поехали дальше, что я вам еще хотела показать, показать, значит, я начала новый процесс, как я вам и говорила, и обещала, так сказать, да, но он у меня, вот, буквально я его сегодня с утра начала, отвела ребенка в сад и начала вязать, так, значит, это вот такой вот образец, но это вот в одну ниточку, то, что я вам говорила, да, в одну нитку это выглядит вот так, но все-таки для мужского свитера мне бы казалось, что это как-то, ну, совсем дросляски, вот, поэтому я вяжу в две нити, вот так вот, вот так выглядит после стирки, вот так до стирки, значит, ну, по текстуре на камере не очень сильно передает, но, естественно, после ВТО пуха больше, да, потому что до ВТО он такой тоже как бы пух есть, но он такой прибитый немножечко, значит, давайте напомню, это, значит, дьол, гленфруид, 65% шерсть еленка, 35% нейлон, 500 метров на 100 грамм, значит, я вяжу в две нити, соответственно, это получается сколько там, 250 на 100, значит, я горловину вяжу на 2,5, это будет такой же свитер, по большому счету, как вот мой бежевый, только что я вам показывала, ну, только мужской, естественно, вот, но я все равно опираюсь на свое описание, basic sweater, да, я про него, по-моему, в последнее время все уже прожужжала, но вот это получается уже какой, это будет третий свитер за последние вот сколько там месяц, чуть больше, да, я вяжу по своему описанию и прям, ну, наслаждаюсь процессом, вот, потому что, как бы, что-то там подзабыл, еще что-то, да, понятно, что я пересчитываю, потому что здесь слегка другая плотность, но, тем не менее, это не имеет никакого значения, там мне важна именно последовательность, там, да, вечно я с горловиной думаю, сколько ее сделать, но здесь, в принципе, все понятно, сколько должна быть горловина для того, чтобы она была комфортная, двойная, да, потому что у меня муж, как и я, очень любит двойные горловины, вот, и, короче, вяжу, вот, вяжется не супер быстро, на 3,5 я уже сказала, основное полотно я буду вязать, потом я, когда на росток перейду, я перейду на четверку и потом, возможно, на 4,5 основное полотно, но я еще посмотрю, подумаю, как это лучше сделать, вот, так что вот такая вот красота, мне нравится, хорошо ложится, вот, вяжется легко, вот, ну, просто, что резинка у меня всегда вяжется долго, вот, значит, ну, вот, соответственно, образец я вам принесла, да, для того, чтобы вы посмотрели, вот, поэтому особо тут, конечно, рассказывать прямо нечего, но в две нити мне однозначно нравится больше, потому что полотно более структурное, более такое, как это сказать, ну, пухленькое, да, оно не то, что прямо толще намного, ну, хотя, понятное дело, что толщина есть, но более пухленькая структура, да, она прям такая, ну, короче, ее приятно вязать, ничего не расползается, ничего не убегает, не знаю, да, какое-то такое жидкое, и плюс после стирки, да, это, во-первых, пухом забьется, во-вторых, это будет такая монолитная текстура, но не забитая, которую вот я хочу добиться, да, особенно для мужского свитера, мне кажется, ну, это прям очень важно, чтобы была хорошая такая текстура, не дрыслим, извините, конечно, так, поэтому вот у меня новенький процесс еще, хочу в идеале к 14 февраля успеть, да, подарить, одарить, получить взамен кучу бусик, ну, в общем, все как положено по классике, но это совсем не обязательно, конечно же, что я буду прямо сейчас только его продвигать, но я бы очень хотела, вот, и плюс у меня сейчас будет заказ, будет по моему же описанию кардигана, значит, если я не удалила фотографию, я вам вставляю, но будет другое сочетание цветов, вот, уже пряжа приехала, надо ее только сходить забрать, вот, но это я уже вам расскажу обязательно в следующем видео, и у меня будет, получается, ну, 4 процесса, этот свитер, мой бежевый свитер, носки, и вот, соответственно, кардиган я буду начинать. Так, значит, давайте дальше я вам хотела рассказать. В начале вроде влога, да, была распаковка, значит, я уже потестировала вот эти вот два крема, это для рук, значит, один греческий корес, получается, он идет, дайте-ка я забыла, как он там, блин, называется, крен для рук, олива и морская соль. Значит, смотрите, во-первых, у него запах, просто обалдеть, вообще не встать, ну, я люблю все такие запахи, которые, с одной стороны, свежие, с другой стороны, с какими-то такими интересными нотками, вот, запах просто вообще балдежный, такой, знаете, с одной стороны, летний, какой-то стильный, какой-то, ну, не знаю, как его описать, но, в общем, он не приторный, не противный, но лично для меня, для моего носа. Вот, очень хорошо увлажняет и достаточно быстро впитывается, но при этом, да, не исчезает, то есть, ну, как, знаете, иногда бывает, помазал руки, 5 минут прошло, что мазал, что, не знаю, яблоко поел. Вот, здесь есть такой защитный слой, и мне нравится вот мазать, когда я вяжу, получается, у меня руки быстро очень сохнут, особенно, если это какая-то там 100% шерсть или там ягнё, ну, короче, какой-то такой более-менее натуральный состав, вот, вот этот кремушек мне нравится, он не жирный, но при этом он достаточно хорошо увлажняет, питает, да, там делает все какие-то, не знаю, сухие участки, в общем, напитанными, мне прям понравилось, и мне нравится, что у него 75 мл, и, значит, почему я ещё хотела рассказать, я его, он у меня лежит в корзине на Вайлберис, и у меня корзина на Вайлберисе в белорусских рублях, естественно, да, то есть я плачу белорусской, ну, карточкой в белорусских рублях, потому что это валюта страны, где я живу, вот, а этот крем, значит, я заказывала на рандеву, рандеву, это российский сайт, ну, и там, естественно, в российских рублях, ну, так вот, и я перевела российские рубли в белорусские рубли, и он в два раза дешевле, вот, поэтому это просто ещё одно, ну, как, знаете, такой плюсик, да, Я люблю сайт Трандеву, мне очень нравится, потому что там куча всего, и как это, всем моим запросам, да, я всегда могу найти, чтобы там заказать, вот, плюс мне нравятся реально цены, вот, и этот крем не стал исключением, я такая думаю, блин, надо было взять еще парочку, маме можно было бы взять, и крови можно было бы взять, однозначно не было бы лишним. Так, и второй крем, поэтому вот этот я точно могу рекомендовать, и второй крем, это вот этот вот CVR, ну, я не знаю, честно говоря, как он правильно читается, но я вроде как слышала в каких-то обзорах, что CVR его называют, а значит, это французский крем, вот, это из разряда там типа La Roche-Posay, этот, что там, я забыла, как он называется, Адерма, Биадерма и все-все-все, и же с ними, Урьяш и все остальное. Значит, это, вот так вот он называется по-русски, Топи Алис, наверное, вот, значит, здесь масло Карите, Омега-369, и для очень поврежденной сухой кожи, значит, у меня, я не помню, вам говорила, не говорила, у меня на правой руке, вот в этом месте, очень проблемная история, у меня, как это, в какой-то момент очень сухое, прямо вообще, просто до трещин, да, потом я более-менее там кремами спасаю, вроде бы нормально, проходит неделя, снова это место у меня вот именно вот, вот здесь, вот сейчас это такая, знаете, стадия типа ремиссии, вот, и обычная крема меня уже не берут, то есть, если там, допустим, остальные руки у меня обычные, они просто сухие, да, как бы я могу обходиться обычными кремами, то с правой рукой, к сожалению, мне уже нужна вот потяжелее артиллерия. Значит, этот крем мне понравился, то есть, я не могу сказать, что это вообще лучшее, что случалось в моей жизни, но он действительно работает, то есть, у меня был до этого урьяж, который тоже именно заживляющий, восстанавливающий для такой атопической кожи, да, он, ну, как-то не прям супер меня устраивал, он нормальный, да, но все-таки, если у вас нет каких-то ярко выраженных проблем, вот, здесь отлично, во-первых, он хорошо увлажняет, во-вторых, он реально заживляет, то есть, даже если есть трещинки, буквально на ночь я мажу, и уже на утро, ну, все-таки история получше, да, значит, конечно, я не буду вам рассказывать, что он волшебный, просто за ночь чики-пики у вас идеальные руки, как у младенца, нет, заливать не буду, но он действительно работающий, хороший, увлажняющий, питающий, заживляющий, вот, поэтому берите на заметку, причем, что там есть целая серия, я, кстати, об этой серии, в смысле, об этой косметике вообще не знала до того момента, когда я прям задалась целью найти что-то для вот проблемных рук, чтобы, ну, как-то можно было вообще с этим жить, да, а не там, не знаю, просто думать, что бы делать с этими руками, вот, и тоже очень много девочек, которые страдают, да, там, кто работает с химией, кто часто там что-то делает руками и так далее, у кого там атопические дерматиты и все остальное, именно на руках, вот, очень советовали вот эту вот, значит, эту косметику, да, потому что там есть всякая разная, там есть увлажнение, питание и все-все-все остальное, да, это просто вот рекомендашка, ну, почитайте, не знаю, поузнавайте, потому что много кто мне писал, да, благодарности за рекомендации кремов и все остальное, потому что, ну, как бы, руки это наш с вами рабочий инструмент и от пряжи, они часто сухие, они трескаются, они меняют немножко свою структуру и все остальное. Поэтому, короче, могу рекомендовать то, что его тут 50 мл. Во-первых, хорошо, можно познакомиться. Он что-то был в районе 800 рублей за 50 мл, но его нужно небольшое количество, и он действительно хорошо справляется с задачей. Поэтому вот эти два кремушка я вам от души советую, реально. Они прям хорошие. Вот я сейчас ими спасаю руки. Ну и пу-пу-пу. Как бы даже вроде как будто бы здоровая рука. Так, значит, по кремам для рук я вам рассказала. Дальше, кстати, смотрите, еще хотела вам показать, рассказать. В общем, я нашла альтернативу, потому что я знаю, что с La Roche-Posay сейчас есть вопросики в плане доставок. В России особенно. У нас в Беларуси вроде как есть, но очень часто бывают подделки. А если это оригинал, то это просто какой-то, знаете, ну, проще машину новую купить, если честно, чем 400 миллилитров крема. Значит, у меня получается вот этот крем есть почти всегда в наличии. То есть, когда он заканчивается, я стараюсь его обновить. Но, так как я столкнулась с тем, что его надо просто искать с какими-то, я не знаю, там, шаманскими ритуальными танцами, в общем-то, я задалась целью, чтобы найти ему замену, такую толковую, которая тоже была бы для топичной кожи, потому что у меня бывает иногда в отопительный сезон мне прям надо купаться в этом креме, потому что, да, есть вопросики. Вот, иногда я ребенка мажу, например, когда тоже он там что-то мандаринов переел или что-нибудь такое. Вот, в общем, если вы тоже у вас там, да, какие-то вопросы есть, и вы, например, пользуетесь Лярош Пассейл, Пекар, или Биодерма, я знаю, есть тоже что-то там отопик, что-то там. Потом, что там, у Урьяжа есть атопические серии, у... ой, забыла, еще есть... розовенькая такая, ну, короче, не важно. Я думаю, что мы с вами понимаем друг друга. В общем, все вот эти вот кремушки, которые нацелены на атопическую кожу, да, которые, значит, убирают раздражение, зуд, заживляют и так далее, и тому подобное. Вот, значит, я много что перебрала, Урьяж мне не подошел вообще, значит, этот, который такой белый, не отопик, а как-то он называет, топи, топи-крем, что-то такое, тоже мне не подошел, мне не понравилось, и Биодерма мне в целом неплохо, но, во-первых, она оставляет какой-то супер жирный след, очень сложно потом как-то одеваться, вечно ты в этом креме, как жирный пирожок. Вот, значит, для Рош Пассей мне нравится, но я же говорю, что он в последнее время очень дорогой и какой-то, ну, в общем, неуловимый. В общем, и я смотрела, значит, у меня были на, я купила сразу же несколько банок, всяко-разно, да, там были российские какие-то, тоже я, если найду, я вам поставляю фотографии, потому что у меня с названиями плоховато, я их запоминаю. И, в общем, один из последних, кого я купила, это Гильтек, значит, крем Эмолент, это их новинка, вот, буквально, по-моему, этого месяца или прошлого месяца, я не помню. Вот, я сразу же заказала на Вайлдберрисе, и вот он там пришел, и я им, ну, сколько, наверное, недели две с половиной пользуюсь точно, значит, для своей чудесной руки, она у меня, знаете, такой индикатор волшебный, вот, ну, и опять же, да, свои какие-то проблемные местечки мажу, значит, могу сказать точно, что он может заменить для Рош Пассейн, вот, это я прям могу вам сказать, не потому что я отношусь хорошо очень к Гильтеку, а просто я делала такие, знаете, как независимые тесты, и на ночь, и утро, и в течение дня, и что-то еще где-то, да, и ребенок, и опять же, читала кучу отзывов, вот, в общем, берите на заметку, если, ну, вам это необходимо, если вам не нужны эмоленты, их можно даже не вводить, чтобы кожа там, да, сильно ленивой становилась, но, если у вас есть, не дай бог, проблемы, атопический дерматит, или какие-то там, еще другие виды дерматита, что нужно, вот, обязательно, да, какие-то, значит, эмоленты вводить, вот, то я могу прямо от души рекомендовать, потому что он однозначно заменяет для Рош Пассейн, вот, стоит дешевле, найти его можно легче, ну, и тут, фу, он отличного и качества, и по составу, и по консистенции, у него хороший дозатор, он чуть-чуть выдавливается, да, что нет такого, например, у меня Ле Рош Пассейн, если я там зазевалась, он просто выдавливается целой плюхой, я потом просто не знаю, куда там, блин, хоть ты это ешь, ложкой, вот, поэтому однозначно могу вам рекомендовать, берите на заметку, мне прямо зашел, буду повторять однозначно, вот, у меня в домашней аптечке всегда есть такая штука, потому что я мажу и порезы, и какие-то даже ушибы иногда я мажу, потому что, ну, кожа, например, у меня реагирует, ну, особенным каким-то образом, да, и ей нужно дополнительное смягчение, увлажнение, там, питание и все остальное, вот, для детской кожи тоже хорошо, тоже его рекомендуют, очень много у кого дерматиты, тоже прямо его, ну, хвалят, вот, поэтому это просто как один очередной, одна очередная альтернатива, да, что можно заменить, ну, как бы бренды, которые, скажем, не очень хотят быть в общем доступе, так, и еще хотела вам порекомендовать вот такие вот две, значит, масочки, это маскахолик, я единственное, кстати, не знаю, чье это производство, сейчас момент, подождите, изготовитель, ага, это Россия, это прекрасно, это хорошо, так, значит, маскахолик, получается, это тоже такая и уходовая косметика, и, ну, по-моему, я вот видела только уходовую, значит, у них куча масок, у них куча просто уходовой косметики, там всякие гели, кремы, пенки, то есть вот это 10, ну, как-то я именно уходовую, вроде как я определилась, да, что это у меня гельтек в основном, гельтек, у меня есть еще там то, что оставалось из профа, некоторые моментики, да, которые я что-то покупаю, тестирую, мне там не заходит и так далее, да, но основная масса у меня сейчас гельтек, вот, и вот эти вот тоже я увидела в обзоре, и мне понравилось, ну, во-первых, они там супер бюджетные, вот, я думаю, даже если мне это не понравится, я там их, не знаю, куда-нибудь там на тело использую, да, вот, значит, я их использую в тандеме, я сразу скажу, я брала на Вайлдберрисе, вот, их, к сожалению, сейчас нету, но можно поискать на Азоне, можно на Вайлдберрисе, просто у другого продавца, вот, значит, получается, я их использую вот таким вот образом, значит, это очищающее, то есть просто, пока вы находитесь в душе, вы умылись там, да, если надо, там энзимный пилинг сделали, или просто умылись, потом вытираемся насухо, и наносим вот эту вот маску, 5, сейчас посмотрим, 5, по-моему, 10 минут, да, ее оставляем, вот, и смываем прохладной водой, значит, она очень хорошо чистит поры, прям так хорошо, и что мне нравится, она очень мягкая, там нету никаких абразивов, чтобы там поцарапаться, или чего-то там травмировать, вот, вычищает очень хорошо поры, я ее делаю примерно 2 раза в неделю, то есть 2 раза в неделю я делаю эту маску, 2 раза в неделю антимный пилинг, и вот у меня вот так вот чередование, и после этой маски я нанесла тоник, и потом он у меня высох, и я наношу вот эту вот маску, это увлажняющее, да, глубокое увлажнение, тоже 5-10 минут, тоже на сухую кожу, здесь важно на сухую кожу именно наносить, и у меня кожа просто сжирает эту маску, просто сколько ни нанеси, оно так хлоп, и проваливается, вот, ну, как бы сейчас, да, время и отопления, и плюс у меня там ретинол уже достаточно такой, знатной концентрации, это я вам, кстати, в следующем влоге тоже покажу, расскажу, какую я нашла для себя идеальную базу, возможно, кому-то будет полезно, по ретинолу я имею ввиду, вот, поэтому, короче, вот эти вот увлажнялки для меня, это просто очень must have, я прям вижу, что кожа такая, о, напилась, спасибо, вот, я делаю их в тандеме, то есть сначала очищаю, потом сразу же увлажняю, и это прямо, знаете, находка, просто вообще, я никогда бы не подумала, что там маски по, за 16 рублей, каждая, да, просто вообще, какую-то пушка, бомба творят, я уже в инстаграме рассказывала, по-моему, в телеграме, я вот не помню, наверное, не рассказывала, девчонки заказали, просто какой-то, какой-то восторг, да, если честно, я была в шоке, когда я думаю, боже, ну, неужели все так просто, вот, поэтому берите на вооружение, даже если вдруг вам не понравится, ну, как бы, это не те деньги, но я почти уверяю, что вам понравится, потому что я не ожидала такого эффекта, моя жирная пористая кожа просто балдеет, вот, это, кстати, к разговору о том, да, что я пользуюсь только гельтеком, нет, я пользуюсь всякими разными фирмами, тоже было парочку комментариев, что я, значит, адеп гельтека, нет, гельтек я вам рекомендую, то, что я сама использую, то, что мне нравится, просто мне действительно нравится, если бы мне не нравилось, я бы не рекомендовала, но наравне с ними я как бы ищу какие-то другие вариантики, чтобы попробовать, чтобы там, не знаю, использовать, у меня еще куча всего стоит неначатого, да, ждет своего часа, потому что, ну, я не, допустим, мне пришла посылка, там, с того же рандеву, предположим, да, вот я там купила все, мне приехало, и я не, ну, не использую сразу же все одним махом, потому что, если что-то дает какие-то эти реакции, очень сложно отследить, что конкретно, да, кто этот засланный казачок, вот, поэтому я потихонечку, потихонечку, по одной, по две штучки ввожу, ага, нормально, 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 все, вроде зафиксировались, мне или понравилось, или не понравилось, я убираю или оставляю, ну, и так дальше, да, там по одной, по две штучки ввожу, вот, ну, вот это, вот это прямо отлично, вообще могу рекомендовать, причем она для любого типа кожи, и для любого возраста, вот, то есть это супер молодой и для не супер молодой вот поэтому берите на вооружение да я прям искренне вам рекомендую вот все на этом в общем-то я буду завершать свой влог надеюсь вам было интересно информативно если понравилось нажмите пожалуйста лайк давайте поболтаем с вами в комментариях вот расскажите что вы вяжете может быть у вас есть какие-то находки до баночна баночна бьюти кремушные мне будет очень полезно потому что я ну понимаю что мне действительно как бы интересна эта тема мне нравится разбираться что-то пробовать для себя что-то находить это не обязательно должно быть что-то дорогое это может быть и супер бюджетная но хочется чтобы все-таки все продукты которые я ввожу к себе в уход неважно там лицо тело руки так далее чтобы она работала вот мне тут предложили создать отдельный канал декоративный ну там про уход и все остальное но опять же да как показала блабла саша что я не могу не то что не могу я наверное скорее не хочу несколько ну делать разбивку да то есть зачем если это можно например если кому-то это не нравится можно просто промотать еще смотреть например только про вязание но я как бы транслирую посыл такой что моя жизнь это не только вязание то есть вязание это основа полагающая но есть еще куча всего там и про цветы и про банки и про готовки и про путешествие и про какие-то находки там прошить его например еще я очень кстати пошила худи даже не худи наверное свитшот я просто переделывала тот зеленый который я вам показывала зимой я по-моему не зимой весной я его шила но он немножко подсел после стирки и там ну странно пройма стала смотреться поэтому я там в общем переделывала в следующем может быть в логе вам покажу хотя там особо ничего такого я просто укоротила и сделала рукава расширила и все вот поэтому там прошитье а сейчас опять же да будет весна я хочу пару платьев себе пошить в общем не только вязание мы едины вот поэтому надеюсь вам интересно надеюсь вы тут хорошо проводите время да с удовольствием и ждете новых роликов значит на следующей неделе выйдет значит уже первый ролик нашей совместной игры нашего конкурса свяжем вместе позитив подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик чтобы не пропустить да и как бы в общем начать участвовать тоже чтобы получить классные призы призы там просто топ девочки мальчики стоит поучаствовать однозначно вот вас призываю не пропускать да и соответственно нас поддерживать всех участников кто там будет участвовать вот поэтому огромное вам спасибо за внимание желаю вам отличных одних пускай у вас все получается отличного настроения хорошего вязания новых проектов новых открытий пускай все будет хорошо поэтому все огромное спасибо тогда до следующей недели пока пока